Закон, принятый столичным правительством, не вступает в противоречие с федеральным, хоть и принят несколько позже, 17 лет назад. Отдельный нормативный акт действует в Подмосковье, поскольку МО — это другой субъект федерации. Льготы ветеранам труда в 2022 году в Москве предоставляются на общих основаниях. Но их несколько больше, чем в других регионах, даже если сравнивать с теми, где местные власти не требуют наград и орденов, а присваивают это почетное звание, как в советское время, за длительный и добросовестный труд. Как получить звание и преференции? В Москве в 2022 году льготы ветеранам труда полагаются только при условии подтверждения статуса и получения удостоверения, свидетельствующего об этом. В многочисленных публикациях неизменно акцентируется внимание на обстоятельствах, дающих право на получение звания, а вместе с ним и причитающихся бонусов, достижения пенсионного возраста 65 лет у мужчин и 60 у женщин, трудового стажа не менее 25 лет у представителей мужского пола и 20 у женского, наличие правительственной награды, медали или ордена, полученного за заслуги в трудовой деятельности, в некоторых случаях, ведомственное почетное звание или знак отличия, президентские поощрения, благодарность или грамота. Основанием для присвоения может быть только медаль или орден, врученный в Советском Союзе или РФ. Никакие другие награды, полученные на постсоветском пространстве или в других странах мира, не учитываются при получении почетного звания ветеран труда. Оформление и базовые выплаты. При соответствии условий можно оформлять документы, образец заявления есть на госуслугах или на официальном сайте МФЦ. Потребуется трудовая книжка, подтверждающая длительность стажа, официальное подтверждение законности права на получение звания и фотографии для удостоверения. Если человек не может лично заниматься оформлением по возрасту или состоянию здоровья, это может сделать его помощник, у которого есть заверенная нотариусом доверенность. На всю процедуру уйдет около месяца, что полагается при подтвержденном статусе. В Москве в 2021 году ветеран труда получает помощь от городских властей, которая называется ЙОПФ, ежемесячная городская денежная выплата. Ее размер составляет почти 1,1 тысячи рублей, как и в случае с ЕДФ, индексация суммы проводится по итогам прошлогодней инфляции. Все данные становятся известны в январе нового года, поэтому каким будет размер индексации в 2022, станет известно позднее. Пенсионер может получать страховую пенсию или выплату по инвалидности, ЙОПДВ ему все равно положено. Все изменения в размерах, порядке выплат или списке документов, которые потребуются для оформления заслуженного звания, отражаются на сайте московского правительства и доступны широкому кругу граждан. Так происходит и с проиндексированной по новому коэффициенту ЙОПДВ. Все льготы ветеранам труда в 2022 году в Москве прописаны в законе номер 70, который работает уже не один десяток лет. Периодически по предложению депутатов в нем появляются обновления, о которых тоже информируют население. На сегодняшний день от городского правительства предоставляется право на такие преференции, бесплатную установку и изготовление зубных протезов, оплачиваются только материалы, из которых они изготовлены. И это существенная экономия скудного бюджета, уменьшение стоимости в 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд в городском транспорте. Исключая маршрутки и такси, сезонная скидка на пригородные электрички, путевки в санатории и профилактории для лечения и реабилитации. В столице пользоваться льготами могут и работающие ветераны труда, им полагается внеочередной отпуск по желанию, некоторые виды медицинских услуг, при необходимости поправки здоровья и компенсации на покупку лекарственных средств из утвержденного списка. Она не распространяется на импортные дорогие лекарства, но вполне удовлетворяет потребности граждан преклонного возраста. Коммунальные услуги. 50% скидка распространяется только на ветерана и его супругу, супруга, остальные родственники, даже проживающие в той же квартире, должны оплачивать полную стоимость в коммуналке. Имеет значение и метраж жилого помещения, на каждого человека по социальным нормам полагается 32 КВМ, на них и распространяется уменьшение оплаты на 50%. Имеет значение также количество жилой собственности, которая имеется в наличии, применяются ставки, расценки и тарифы, установленные для жилья определенного типа. Текущее обслуживание рассчитывается по отдельной методике, которая отличается от оплаты жилья по квадратным метрам. Получить такие послабления по оплате можно только на жилье, которое находится в собственности льготника, причем если он проживает именно в этом доме или квартире. В некоторых источниках упоминается невозможность получения скидки, если квартира приватизирована. Говорится также, что при оформлении льготы у ветерана труда не должно быть задолженностей по уплате коммуналки. Существенное послабление получается только при соблюдении всех критериев, но при этом нужно обращаться в Центр социальной защиты населения, что для некоторых одиноких пожилых граждан составляет определенные затруднения. Налогообложение. Льготы ветеранам труда в 2022 году в Москве по уплате налогов, земельного, имущественного, транспортного не предусмотрены и не нашли отражения в столичных законах. Об этом неоднократно упоминалось в выступлениях депутатов. Говорилось о том, что в других регионах есть преференции хотя бы по транспорту, но никаких позитивных изменений в московских законах так и не произошло. Изменения в законах. Отношение к ветеранам труда не напоминает советское время, когда человеку присваивалось звание просто за длительный стаж или многолетнюю работу на одном месте. Предоставляемых бонусов в Москве, несмотря на строгость отбора кандидатов на получение звания, существенно меньше, чем в других регионах, и они не дублируют федеральные. Об этом неоднократно говорилось, но конкретных изменений так и не произошло. В итоге, в Москве требования к претенденту на звание ветерана труда не отличаются от федеральных, многолетнего усердного труда недостаточно, нужны ордены, медали, знаки отличия от президента или профильного министерства. Нет преференций по налогообложению, даже по транспортному налогу. Есть возможность бесплатно ездить в городском транспорте и ставить зубные протезы по стоимости материалов изготовления. Предоставляется скидка в 50% на ЖКУ, но в ее расчете есть свои нюансы.